да друзья мои мы снова с вами в эфире и мы снова с вами в доте и мы на фаскабе 5522 и команда нет и команда веспер геймингс лицу ну сейчас в отчаянном сражении за возможность потягаться в финале с представителями верхней сетки точнее даже не финале в полу финале это ж только это только одна четвертая то есть полу финале в полу финале значит короче победитель проходит в полу финал и в игре вот конкретно этой мы уже не видим дума и войда и вот еще сторож с этим сторожа первый пик first пик они так сыграли агрессивно в прошлой игре мне понравилось вот будем надеяться что в этой игре точно также сыграют тоже как-то так что было бы что посмотреть 5 секунд остается только вот резервное время брю мастер секунду для времени потратил и брю мастера убрал так но почему потому что типа но first пик до тинкера не хотели банить а новый понятно вроде себе его можно забрать как тинкер такой стал видите очень популярный сейчас но razor тогда набирают основная характеристика ловкостью так подсказывает нам игра хорошо спасибо о смотрите дэс профит и кто еще и шаду шаман шаду шаман или в бена мансер но обычно так вот берут связочки большую а это это вот тоже есть я забыл об этом а есть такая возможность сразу же пикнуть себе офф лейнера пока не перебанили к чертовой матери всех остальных хороших офф лейнеров ну и теперь смотрите что получается как можно сыграть ведь тайт хантер такой пассивный офф лейнер то есть он вашему керри не очень-то и помешает фармить ну вот если вдруг вы заходите чтобы вас керри фармил то тайт хантер ну вот и вообще никак не помешает он милишный а в трипле если поставить из двух саппортов они просто не подпустят его крипам тайт ханта там будет вечно первого левела ну разве что он пойдет там делать пулы своих экшентов но опять-таки с пулами мы можно очень даже помешать на вот и в принципе даже разбанить ему будет сложно потому что даже если вы там по сайте самом очевидном месте этот вард который банит то тайт хантер чтобы подойти туда просто из-за бы забрать этот вард надо будет пройти через этих самых н что в который просто разнесут его в клочья вот так что можно оставить кого-то и спокойно фармить вот на сайте мирана лекану мира но тут убрали вот из-за этого из-за война но а шеду шамана убирают сами не да потому что все таки большие есть и сами себе шеду шамана добирать не собирались или может быть хотели но первый пик не за ними то есть на второй стадии до пиков будет первым пикать веспер гейминг которые могли и под забрать себя но это шейкер тоже неплохо кстати два таких массовых все массово яду просто эти мгновенные ультиматы шейкеры этот хан трать такой пассивный капает 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 потихоньку и долбит 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 вас а вы таки а вот так что шейкер кстати мгновенный дэмэдж у ультимейта в отличие от его других спалов у него всего лишь два других спала так что как бы ну активных я имею да и спасибо очка вот это вот aftershock ну а вот активные такие два венгу верны себе не дай венгу пикают венга почему-то приносит ему удачу и счастье ну окей окей принципе венга тут разные всякие вопросы интересны может решать кстати венга теоретически может высвапнуть из-под ультимейта тайда кого-то ну вот если там товарищ стоит вот не совсем рядом стоит дом это отпускает свою волну да вот это вот венга там чуть подальше стоит она может свапнуть себя с кем-то типа подсейвить от стана ну вот есть такой вариант так что будьте готовы резервное время так 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 у нас смотрите у нас получается еще один саппорт необходим там типа шедоу ой чипа sky maga но он тоже популярный сейчас он просто очень много дэмэджа вносит как бы и артефакты ему не нужны для того чтобы носить эти дамаги большие то есть ульту скастовав кого-то и все плюс еще замедление у него есть плюс у него есть нюк неплохой плюс причем замедление то у него тоже еще что тренд же где вы такое замедление вообще найдете в игре еще у кого-нибудь нету больше такого ну и магический урон еще повышает так что со всех сторон позитивный такой саппорт саппорт значит значит что ну и шекер тайт но все равно нужен ранжевой саппорт уже милишников хватает шекер милишный саппорт от хантер милишный не саппорт но у фленер все равно тут уже надо такие уже больше ранжевые товарищи чтобы тоже можно было в трипле там отгонять кого-то вот я не знаю как там поставят ну и очевидно что же триплу будет сайт часами на ее и набирают то что-то идет сложную большие идет на центр аппарат вот кстати на почему нет аппарат можно даже вивер попробовать взять под аппарата или там знаю кого ну ты не спи лучше короче транжевого брать товарища тогда будет может быть луну вот как то так или ну чем черт не шутит дроу рейнджер дроу рейнджер тоже на будет стоять на фрифарме но правда не знают кого себе возьмут сложно потому что тут сложно еще никого не пикнули тут вообще даже не понятно кого куда пикнули вот это вот может быть трипла в легкой это может быть два саппорта а рейзер может пойти в центр у это может быть трипла в сложную кстати это очень даже может быть хотя для каких целей берут бы на вот тоже вопрос смотрите слип а если это бэйн в мид о как смотрите если это бэйн в мид а вот это вот уже интересно фурион 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 в принципе в прошлой игре как было не да и в прошлой игре триплу уставили вы сложную а фурион настоял против ликана я думаю что против тайда или не против ликана он цел против против кого-то другого он стоял потом уже против ликана стоял но изначально против кого-то другого в общем короче я к тому что и сейчас можно фуриона поставить спокойно представит хантера там особо не должны быть проблемы фуриона да и у тайда наверно тоже не такие уж они большие будут вот а вот бэйн свингой а вот бэйн свингом могут можно даже в принципе без слипа попробовать но слип тоже нужен понимать если тоже нужен ах ладно 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 посмотрим короче еще одного кей тут надо набрать какого-то хорошего такого плотного плотного а или вот так вот да решили что шторма что в центр что керри все-таки разор а ну посмотрим посмотрим на самом деле еще будет много зависит того что пикнуть в esper гейминг потому что последний пик то у недов а вот и на кстати вот смотрите своего дополнительного времени практически не тратят минута 24 у них осталось здесь вообще 7 секунд такие дела так 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 ну вы думать над дуном думает сторож над баном банка вот тут какой-то керри нужен ну типа не угадаешь как бы тут и войд на самом деле может появиться ну если бы он был не в бане нас ну то есть почему нет аппарата уль забросил больше тоже там бросила скрип сформы духовно травила и уже неплохо то есть если что еще шейкер заму мог бы запрыгнуть потом сделать ахаслэ так что так ну убрали просто того кого типа сами не любят кого бояться это был вайпер но теперь вот skywalker оберин должен думать над тем что все таки он хочет взять для себя и что мне кажется что какая-то луна или дрова должны появиться но потому что ну оранжевое как минимум может быть гирокоптер вот стать тот нефть этого фуриона или эмберс она вивер вода кстати думали мы с вами над ливером и мир появляется окей окей вот этот как его эмберс перед вот мог бы быть кстати но если бы был тогда не шейкер а кто-то другой то есть если бы был милишный чарен живой саппорт тогда можно было взять эмберс перед а и эмберс перед бы там в принципе вносил бы толику польза потому что фурион мало ли некра и пинки может быть он бы и собрал так что вполне возможно что эмберс мог бы и появиться и вот ага все-таки угадали весну не угадали правильно прочитали в esper gaming что нужно нужно банить игрока в центр и центровым пикнуть тамплар осознен в прошлой игре тамплар осознен против баньши стояла очень хорошо там дважды даже трижды убивала ее поэтому решил сторож не изменять себе и почему бы и нет пусть будет тамплар осознен в ордене все хорошо получалось все можно и посмотрим как там будет так вот чтоб совсем быстро сбить рафракшн темпларки не получится ну разве что каша духами нет против besper gaming ребята осталось чуть-чуть и попадем уже непосредственно карту кстати почитал я комментарии мне понравился один из комментариев которые добавили в кастомные карты как вы знаете уже в доте есть возможность играть в пользовательские любительские моды и написал что как давно я ждал нормальных карт из варкрафта 3 но вы помните что бы все началось с варкрафта точно тоже началась с него и сколько много всяческих карт мы переиграли то есть всякие tower defense и все 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 это тоже все оттуда пошло их было просто миллион они были всякие разные всякие интересные популярные и так что так что так так ну давайте вернемся в игру вернемся мы в игру а что у нас в игре в игре у нас команда vesper в составе оберин skywalker составе 1 сил 1 зил составе хен составе и составе р вот такая вот команда vesper ну и конечно команда нет сторож капитана миду на венге играет кто нале зарев стэф на бэйни ну и вот он фарион еще гипп на кто л hasura уже своих гипта жутких пеньков разведывать рунки разведывать рунки время жизни and of 60 наносит 2223 урода не так уж и много но этого хватает иногда особенно когда янтов очень много такие конечно и ты непонятные похож тотен знаете на кого был такой мультик черный плащ и вот был там такой него противник который вот таких типа я не помогал завод короче всякий ход это как-то с растительностью там дружил мог видоизменять там что-то делать мой вот похоже вот пеньки его рук творение творение его рук а тут вот в центр пришли втроем чтобы если что под защитить большим телефон говорит не дуба кейми да убан или вардец свой сюда вот эти миду бан его и воткнул а нет не он то что него не было место для варда значит стэф под ну да стэф окну и вот сюда еще вот хорошо тут проблема в этом варде что если поставить такой же центряк вот здесь то можно сразу же два варда убить одним центряком и этот и вот это так что как бы выбирайте позицию может быть вот все таки этот центряк надо было поставить куда-нибудь сюда да ну что такое чтоб как бы этот был хотя бы защищенном потому что если будет пытаться разбанить то как раз смотрите тоже интересный варс он не показывает руну зато он показывает там возможность ну допустим вот здесь саппорта использовали смог типа и побежали центр вот сюда вот не увидят герой который в центре стоит соответственно он как-то опять-то пларка слушать как в прошлой игре то же самое было показалось потому что сейчас ее убьют а это просто как-то там линия пропушила сильной так так как а тут а тут а тут а тут а тут эру убегает и демоджа 28 но всем то есть четыре секунды длилась до сети 77 на 4 получается 28 довольно немало а кстати да вот тут же слип и типа давай высасывай демодж тоже неплохая штука но слип проблема в слипе что раньше маленький вот сейчас можно выходить и слипать ну-ка 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 выходи выходи выходит 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 слип а тычку дал решил не слипать что просто отогнать nokia раз так так и так еще одна и бы крепочка задана или а тут водик если получится сделать не получится потому что это про есть да ну поздновато 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 окей фурион стоит против тайда и кстати 5 на 4 у тайдан где на ноль ну это хорошо не получает здесь вообще опыта не получает ничего хотя нет опыт получает но вот денег не получает потому что всего лишь два крипа он убил правда 1 заданная не дал капитану капитану но у gold for you виде капитала горит ну да у сети 10 на 6 очень хорошо идет очень качественно форме так что вообще к нему претензий никаких быть не может ну пока что аденозил тут пытается что-то сделать но тут уже понятие дабл стак и естественно туда был стак как минимум одного крипа так точно заберет очень быстро причем аденозил тут ну что ну хотя бы одного крипа чего тебе сейчас ему расскажут на самом деле погоне за стефом набрасывает хорошо стефа но немножко не так закрыли как хотелось бы если бы ханс вот так а там ферс басс дождите что бэйн без профит убивает стефан это про то что вообще происходит не чудо потерялся а где большая а я понял она вот тут была и сюда на ракта сваром забросила что я проглядел этот момент в общем 11 у нас получилось и фурион где фурион а фурион тоже прилетал туда его в общем в общем вот как то так но 11 до команды меняли с фрагами но теперь дальше продолжает формить чуть полегче теперь будет эру но не совсем не совсем легко может быть даже и совсем нелегко потому что хотя с эти у него то 3 уже есть даже треть с половиной но у рейзера час про тоже будет 3 линия очень сильно пропушена вот до 4 на 2 конечно тот третий левел который у него имеется все-таки лучше бы не было больше крипов наверно так думает но а роту каша от вот тоже можно сделать час я думаю этот от вот придут то что vision есть ну и начнут там сражаться так вот венгог забрала себе крипов молодец шок вы вбросил сатир раза продамажил эру вообще всех продамажил крипа там тоже забрали бы забрал тут еще один шок в этот раз в сторону команды нет так но в центре на что там пларка к безруны а вот больше тоже безруны тут и невизибилити но не самая каша полезная руна для пларки но теоретически теоретически можно ее включить типа если будет мана и просто пойти в мэл кстати потом ударить это можно но это как бы особо много дивидендов не даст но типа как бы ну или просто до использовать как использовал сторож для регена для регена у нас эти телега просто забьет этого сатиром учителя или нет шейкер забивали забирай ай-яй-яй-яй-яй хансу что что так не вовремя дал бы хотя бы а нет у него еще 3-го лаванчан тотема нету так рейсов пока все подфармливает неплохо но кстати не забрал этого крипа его того не забрал нет так и нет но здесь уже вышли на абериновская волкера и бэйн горит я слипать буду сейчас тебя хорошо 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 фурин прилетел откусил кусок от аберина то бэйн стеф ну и прилет фуриона был в принципе не совсем нужен и сразу же он тпшка возвращается назад горит ну типа я да прилетел типа опыт получил и нормально кстати вот можно ультануть если вдруг что если вдруг понадобится это тут стоит чужой вардец он совсем не видит вот этот вардец этот чужой этот чужой не видит этого чужого ее дат properly не видеть этого так что будет неплохо ну вот по моему тут давно стоит или недавно ну нет недавно его поставили ладно так 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 как как так 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 то кто-то куда аденозил ну тут теперь смотрите команда нет пропушал он они пропустили специально чтобы про есть обладать веру хороший разговор забирает 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 и вероя и доносил тоже погибли тут еще и хан скорее всего тушите втроем а тут так рип танкует и ну ханс каша бежит туда куда он может бежать но рейзер час его навстречу так будет стан да и рейзер заберет ханса дабл килл вот 5 1 уже 6 минута возвращается вивер сюда на линию но как интересно вы видели зашли вот сюда про ели вот здесь вот стали венгады ластан вивера и рейзер позвонил дом еще и накрыл сверху по равне немножко плазма фил был кругленький круглый вот такой вот ну короче вы поняли круглый если совсем совсем издалека смотреть то может быть даже покажется что то что нарисовал похоже на круг эру-эру-эру-эру не сдается ну и аппарейшн то почему-то не набрасывает на него чилинтач он стоит даже когда он там где-то рядом он все равно не бросает эти чилинтачи непонятно то есть уэра вы смотрите у него проблемы 14-4 в отличие от трейдера который 31 на 11 и вот набросит этот чилинтач будет эру получше добивать как-то поудобнее а так получается не дает аппарат этого бонуса жалко маны ну и за это как бы за это что за это за это вот плохо фармит его к из-за этого начнем ну вот тут попытка теперь забрать там парк ну а как же вы заберете у него же фракшн то а здесь что здесь она тут есть ультимейт ну тогда ладно плюс четыре духа да то есть всего восемь ну вот тогда да но нет сойти возвращаться от саппорта продадут летит фурион вот так вот залетает спину хорошо пеньки и пошли но если бы еще тут поставить замедление и закрывает гибна это поделать но он может и не уйти да не уходится немножко ошиблись не пошла до конца темпларка сторож не пошел вот это кстати ошибка на самом деле забрали в это время двоих и погоня за на зилам большие предстота что если ультимейт тут капитана что ну так поделитесь божо можно забрать божо забрали 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 из к уолкера тоже смог убежать вперед чтобы быстрее на джадо дозила стан есть крик есть все есть так и просто сейчас разберут с руки на не успел добежать сюда капитана чтобы и этот фрак себе забрать а у него кстати уже есть мекка вот так вот четко есть мека и стик короче 9 на 2 так вот 9 на 2 ну очень сильно играет не на смотрите разными пиками они идут сложную и разными пиками сложно они могут сражаться и могут убивать поэтому будет интересно посмотреть что же случится в финале кто-то финала дойдет там игра должна быть очень-очень-очень такая серьезная айдира таро и я тут уже устав окажется 6 левел был да что что такой-то стеф то каким образом ты 6 венга 6 что и джи джи опа но в принципе здесь на 2 понимает весперсы что да ну вот так вот так вот вот такая вот она агрессива такое-то новое исполнение ребят ну к сожалению да ну то есть не к сожалению это крутая была игра не да вообще молодцы просто что пауза вас формы сейчас быть дольше ну сейчас разберемся ладно давайте тогда что давайте просто уходим на паузу оставайтесь с нами скоро мы вернемся